Ветеран Перед очередным туром в Суперлиге чемпионата Ульяновска по мини-футболу Рената Аитова призвали играть за «Волгу» промо-ресурс «Кайман». Из должности играющего тренера его перевели капитаны. Причиной тому – катастрофическое турнирное положение одного из фаворитов. За стартовые пять туров «Кайман» потерял семь очков. Мы сегодня не должны были проигрывать. Мы уже очень много очков потеряли. И с лидерами, и с не очень лидерами. Сегодня просто позарился, нужна была победа, чтобы рассчитывать на какие-то результаты в конце сезона. Ребят, всем понятно, есть важность этого матча. Главное друг другу помочь, дружненько, надежно сыграть в обороне и в атаке плодотворно сыграть. Давайте, удачи! В шестом туре «Волгскому Кайману» достался единоличный лидер турнира на таблице «Погода в доме». Команда, которая в пяти играх добилась пяти побед. Казалось, что встречу будет изобиловать не просто голевыми моментами, но и большим количеством забитых мячей. Но вместо этого – надежная игра в обороне с одной и с другой стороны. Если дело и доходило до ударов по воротам, то вступали в игол голкиперы. Александр Кузнецов у «Каймана» и Павел Нефедов у «Погоды». Честно говоря, тяжело вспомнить такие матчи, где команда не избивает ни одного гола в мини-футболе. Но сегодня была просто такая игра до гола. Кто забил, тот и выиграл. Нам чуть-чуть в конце не повезло. 37 минут держались нули на табло. Этот круглый паритет нарушил тот, кто всем своим спортивным бытием вот уже несколько лет доказывает. Спорт живет тебе до тех пор, пока ты сам этого хочешь. Ренат Аитов получил мяч от партнеров, смело пошел на защитника, неотразимо пробил с любимой левой. 1-0. «Волга-Промиссурская ман». 13 минут оставалось у «Погоды», чтобы отыграться. Не случилось. «Волга» очень тщательно обороняла «Аитовский гол» и добилась важной победы не только для себя. Этого результата наверняка ждали еще футболисты Мобирейта и Симбирска. А «Погода» впервые с начала чемпионата ушла с поля без завитых мячей и, соответственно, без набранных очков. Я думаю, не критично. Впереди еще очень много туров. Прошла только треть чемпионата. Я думаю, что все еще впереди. Не менее драматично складывался поединок Симбирска и Кристалла. Фанис Закиров дважды выводил Кристалл вперед, но действующий чемпион Ульяновска нашел в себе силы не только отыграться, но и победить. Решающий гол Андрей Манышев забил за 5 секунд до финального сыска. Еще один фаворит турнира Мобирейт обошелся без нервотрепки, победив «Динамо» со счетом 3-1. Вертер и Симкор ожидаемо уступили авангарду и контактору. Первая же осечка в чемпионате стоила погоде первого места в турнирной таблице, откуда ее потеснил Мобирейт. Вровень с ними идет и Симбирск. Волга промресурс Кайман в четырех очках позади от этой троицы и чуть-чуть впереди от Заводчат и Кристалла. Симкор, Динамо и Вертер пока не дают повода, чтобы подняться со дна турнирной таблицы. Случились перестановки в стане лидеров бомбардирской гонки. Фанни Закиров из Кристалла, забив два гола Симбирску, забрался на первую строчку, потеснив оттуда Константина Убаськина из Погоды, который впервые с начала сезона ушел с поля без забитого гола. Тройку лучших замыкает капитан Симбирска Андрей Манышев. В этом туре он забил лишь однажды, но этот гол стоит гораздо больше, чем дубль Закирова. Об этом мы с вами уже говорили. Следующий тур 24 декабря лишен поединка с заглавной афишей. В каждом противостоянии есть фаворит и аутсайдер. Особняком разве что стоит встреча Кристалла и Погоды. Обе команды в нынешний игровой день проиграли с разницей всего в один мяч и очков не набрали. Значит, предстоит работа над ошибками. Кто лучше с этим справится, расскажем через неделю на портале Ульяновской правды. Продолжение следует...